Привет, город! И вновь мы вещаем для вас из студии на набережной, по которой так успели соскучиться. Итак, свежую и актуальную информацию расскажу вам я, Любовь Ламака и команда Сигмы. Ну а традиционно мы начнем со статистики по заболеванию коронавируса. На 12 мая показатели следующие. На Ямале подтверждено 72 новых случая. В городах округа заболел 21 человек, 15 из них в Новом Уренгое. На месторождениях и производственных объектах округа подтвержден 51 новый случай заболевания COVID-19. И здесь тоже отличились предприятия в районе Нового Уренгоя. 48 человек заболели коронавирусом за сутки. В стране ситуация с коронавирусом следующая. Снова почти 11 тысяч заболевших за сутки. Всего уже около 250 тысяч человек. Россия по числу зараженных вышла на второе место в мире после США. Итак, регионы будут снимать ограничения по своему усмотрению, исходя из ситуации с коронавирусом. Такое решение принял Владимир Путин на совещании накануне. На Ямале режим самоизоляции продлен до 31 мая включительно. О том, что будет разрешено, а что останется пока недоступным, расскажет Лала Гасанова, которая, кстати, до сих пор остается в своей самоизоляции. С частичным снятием ограничительных мер надо понимать, что эпидемия не заканчивается ни в стране, ни в регионе. Отменяя единый режим нерабочих дней, Владимир Путин дал особый указ губернаторам. Сформировать соответствующие планы. Сделать это на основе рекомендаций, подготовленных правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой госсовета. Как мы и договаривались, такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах. Обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей. Опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз. На Ямале до 31 мая включительно продлен режим самоизоляции. Запрещено проведение всех массовых мероприятий. Организации общепита по-прежнему будут обслуживать клиентов только на вынос или доставлять заказы на дом. Также приостановлены работы государственных и муниципальных услуг. Под запретом заключение браков, посещение детских садов и школ. Новые случаи коронавирусной инфекции фиксируются в округе ежедневно. Основной прирост Ямалу дают вахтовые работники, находящиеся на месторождениях, в вахтовых городках или буферных зонах предприятий. Люди изолированы и находятся под пристальным наблюдением медиков. С 12 мая разрешается заниматься спортом на открытом воздухе. Совместные занятия допускаются группами не больше двух человек. При этом необходимо соблюдать дистанцию не менее пяти метров. Также разрешаются прогулки на улице по два человека с социальной дистанцией от полутора метров. Возобновить работу смогут некоторые магазины, продающие непродовольственные товары, парикмахерские салоны, красоты, косметические и массажные салоны, а также прачечные, химчистки, бани, сауны и ателье. При этом важно помнить, что масочный режим все еще продолжается. С 12 мая наконец-то можно будет подстричься. Этого момента новорингойцы ждали почти два месяца. Как было сказано в прошлом сюжете, по распоряжению губернатора открываются парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные салоны. Однако все-таки есть свои нюансы. Моя коллега Вера Баранова, которая тоже до сих пор в изоляции, узнала, какие теперь условия для посетителей в таких заведениях. Подготовились мы очень тщательно. Мы запаслись масками, одноразовыми полотенцами, перчатками, шапочками, одноразовыми пенюарами, дезинфицирующими средствами, обеззараживающими средствами, антисептиками. Арсенал у нас очень большой, потому что требования сейчас очень серьезные. Мы хотим обезопасить и наших сотрудников, и также наших клиентов. В салоне красоты «Белый кот» к открытию готовились заблаговременно, изучили новые нормы и усилили меры безопасности. Сегодня телефон администратора салона разрывается от звонков. Люди записываются на стрижку и окрашивание. Роспотребнадзор уже подтвердил разрешение на работу. Сотрудников мы обеспечили средствами индивидуальной защиты, перчатки, маска, форма. Также у нас стоят медицинские маски своих клиентов. Мы обязательно предупреждаем о том, чтобы они приходили, конечно, со своими, но если маски нет, конечно, мы обеспечим. Также наши клиенты приходят строго по записи. Сотрудники также работают у нас по определенному графику. Обработку инструментов мастер традиционно проводит после каждого клиента. Для этого создан специальный журнал учета. Наконец, шестинедельный режим самоизоляции пройден. Мы в твоем настроении с радостью готовы к встрече с нашими любимыми клиентами. А это салон маникюра и педикюра «Негаснейлс». Свой бизнес Кристина Чудинова открыла за месяц до объявления самоизоляции. Но еще тогда салон успели посетить свыше 250 девушек. Открытие ждало с нетерпением. Из потерь только чистая прибыль. Теперь задача ее восполнить. Воспользовалась бизнес-вумен и поддержкой от правительства ЕНАУ. Получила единовременную выплату 30 тысяч рублей. А сейчас написала заявление на получение субсидии в связи с распространением COVID-19 в размере минимального мрота. Безусловно, нам карантин дался очень сложно. Мы безумно ждали, когда нам разрешат работать. Потому что я считаю, что сфера красоты – это одна из самых подготовленных сфер для того, чтобы максимально безопасно предоставлять услуги населению. Чистота во всем – девиз этого салона. И дезинфекции здесь всегда уделяли отдельное внимание. На входе каждому гостю мы предлагаем дезинфицирующее средство для рук и, конечно же, масочку. Пойдемте далее. Все сотрудники у нас работают в масочках в обязательном порядке. Каждый час мы дезинфицируем все поверхности с помощью специального средства для дезинфекции поверхности. Между гостями у нас всегда около 20 минут. Мы успеваем прозонировать еще помещение. Азонатор очень помогает убить всех микробы и бактерий. Также в рабочем зале работает бактерицидная установка. Она функционировала и до карантина, а теперь должна присутствовать в обязательном порядке. Между столами у нас более двух метров. Мастер работает в масочке, гость тоже у нас сидит в масочке. Как и положено по Санпину, есть зона дезинфекции и стерилизации инструментов. У нас идет три ступени дезинфекции и стерилизации. Все это происходит с помощью специального концентрата для дезинфекции инструментов. Далее у нас идет сушка и стерилизация непосредственно в сухожировом шкафу. Напомню, с 12 мая наконец-то возобновили деятельность парикмахерские салоны красоты, косметические массажные салоны, организации бытовых услуг, прачечные, химчистки, бани, сауны и ателье. Все организации обязаны сообщить о начале работы в управлении Роспотребнадзора по ЕНАО, а также соблюдать ряд требований, чтобы не допустить распространения коронавируса. Помимо ношения маски, уборки помещений и наличия антисептиков на входе, все работники теперь должны каждое утро проходить фильтр по состоянию здоровья, измерять температуру. Обслуживать посетителей разрешено только по записи. Интервал между клиентами не менее 20 минут, а очереди должны быть исключены. Вера Баранова, телерадио, компания «Сигма», для НУР-24. На Ямале появилась новая мера поддержки семей. Вслед за школьниками продуктовые наборы получат дошкольники. Их передадут тем, кто больше всего нуждается в помощи. Многодетным и малоимущим семьям, родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью или детей-сирот, одиноким мамам и так далее. В набор входят рыбные консервы, тушенка, молоко, крупы, соки и сладости. Всего по адресам доставят более 14 тысяч наборов. То есть их получит каждый третий ребенок, который ходит в детский садик на Ямале. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Развозить еду будут волонтеры. Все семьи получат помощь до конца мая. Надеемся, что в период вот такой изоляции, которая связана с распространением коронавирусной инфекции, этот продуктовый набор окажет хорошую помощь семьям. И, наверное, это очень правильное решение, потому что поддержать в этот сложный период семью, которая действительно нуждается в такой поддержке, это сегодня важно. И еще о помощи. Благотворительный марафон «Твори добро» после сбора денег уже успел помочь некоторым ямальским семьям. Юная новорингойка София Шимон стала одной из первых, кому на собранные средства помогли купить специальное оборудование, которое применяется при восстановительном лечении церебральных параличей и предназначено для физической реабилитации детей-инвалидов. У малышки множество сложных диагнозов. Тяжелая форма ДЦП и эпилепсия. Купили и доставили аппарат, чтобы заниматься ежедневные нагрузки на ноги давать, чтобы не потерять связь с головным мозгом. Аппарат уже дома, уже занимаемся. Семья Шимон не единственная, кто уже успел получить долгожданную помощь. Обследование и лечение в январе 2020 года смогла пройти Влада Давыдова. Артему Пожару выделили 600 тысяч рублей на оплату больничных счетов и покупку перевязочных материалов потрачено более 400 тысяч. Уже несколько недель мальчик лечится в московской клинике. Георгию Воробьеву направили 350 тысяч рублей. Это необходимая для реабилитации в Германии сумма. Амелия Абдул-Кадырова прошла обследование в Санкт-Петербурге, а затем реабилитацию в медицинском восстановительном центре продвижения в Калининграде. Более 2 миллионов рублей уже помогли детям и их семьям. Многим ребятам еще предстоит лечение и реабилитация за рубежом. Ну и, конечно, в нашем первом выпуске после таких длинных карантикул мы не могли обойтись без вас, дорогие новорингойцы, и без вашего мнения. Итоги самоизоляции и прогнозы на будущее от горожан в нашем опросе. Естественно, в удаленном формате. Наступил тот самый день, которого мы так долго ждали. Это ослабление самоизоляции. На карантине мы успели сделать все, на что нам так долго не хватало времени. Теперь мы все начитанные, заряженные, с новыми силами, с новыми навыками выходим на любимую работу. И наша главная задача – это придерживаться мер по профилактике коронавируса. И я думаю, что совместными силами к сентябрю месяцу мы уже сможем вернуться в прежнее русло. Наш большой коллектив, к сожалению, не выходит пока что на работу. Послабление мы очень рады. Теперь можно выходить хотя бы на улицу гулять с детишками. Режим самоизоляции у нас прошел очень плодотворно. Мы нашим большим творческим коллективом готовились, во-первых, к 9 мая очень плодотворно. Во-вторых, мы записывали практически каждый день какие-то новые видео для наших зрителей. Подвести итоги самоизоляции пока что сложно, а для нас она еще не закончилась. По моему мнению, я очень сильно надеюсь, что дальше все будет очень хорошо, и коронавирус исчезнет навсегда. Я очень рада, что в скором времени я вернусь на работу, и режим самоизоляции у нас закончится, потому что сижу я уже с середины марта. Это было очень сложно для нашей семьи, потому что я удаленно работала, мужу приходилось выезжать на работу, у нас маленький ребенок, и в отсутствии активности ему, конечно, было очень тяжело. Я надеюсь, что в скором времени вся эта ситуация подойдет к концу, потому что, как мы увидели, элементарные мелочи – это ходить на работу, гулять, встречаться с друзьями. Это очень-очень важно, и я надеюсь, что это было таким большим для нас всем испытанием, и мы будем ценить ту нашу обуденную жизнь, которая была каждый день. Снятие ограничений – это, конечно же, очень приятно, вернуться к обычной, насыщенной жизни, но главное, чтобы это не повлияло отрицательно на ситуацию в целом. На самоизоляции можно очень много чем заняться, как оказалось. Отчетение книг, занятия спортом, общение с близкими и так далее. Защита от коронавируса стандартная – перчатки, маски, мытье урок, социальная дистанция – сейчас это очень важно в наше нелегкое время. Я очень рада, что многие люди наконец-то вышли на работу и введенные ранее ограничения слегка ослаблены. Моя семья пережила самоизоляцию дома в соответствии со всеми предписаниями властей. Муж работал дистанционно, я занималась домашним хозяйством, спортом, а в свободное время мы вместе готовили и смотрели сериальчики. Уровень полезности от самоизоляции в нашей семье не изменился. Она вообще никак не сказалась ни на нашем доме, ни на наших отношениях. Как не было ни одной ссоры, так и нет. Минувшие выходные прошел знаменательный день – День Победы. В этом году он был в ином формате. Не было торжественного парада и шествия бессмертного полка по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На улицах не только нашего города, но и всей страны. Но изменить этой традиции новорингойцы не смогли, и поэтому отметили этот праздник удаленно. Пол Европы, прошагали пол земли, этот день мы приглашали как могли, это День Победы. Первый раз за 75 лет со Дня Великой Победы россияне отмечали этот день дома, а не на улице. В связи с режимом самоизоляции парад и все праздничные мероприятия решили перенести. Но отменить празднование в этот день все же не смогли. И День Победы отметили в онлайн-режиме. Новорингойские общественники не смогли не поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, и поэтому приехали к ним под окна с музыкальной фронтовой бригадой. Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом. Больше 20 ветеранов со всего города объездили артисты городского дворца культуры «Октябрь». И чтобы не нарушать предписанный режим самоизоляции, ветераны не выходили на улицу, а смотрели праздничный концерт с балконов или из окон квартир. Несмотря на музыкальные поздравления, которые проходили в бесконтактной форме, это не повлияло на хорошее настроение жителей нового Оренгоя. Сегодня у нас в стране самый главный наш праздник, День Победы. И сегодня он еще в два раза праздничный. Сегодня юбилейный День Победы, 75-е годовщина. Замечательный праздник, несмотря ни на дождь, ни на то, что вокруг у нас режим самоизоляции, все новоуренгойцы, артисты городского дворца культуры, все жители хотят поздравить наших ветеранов с праздником. Поэтому организованы сегодня по месту жительства ветеранов фронтовые бригады, которые приезжают, поют песни, поздравляют. А уже вечером в 19.00 после минуты молчания жители микрорайона «Оптимистов» сплотились и спели всеми известные военные песни вместе с волонтерами «Победы» из Молодежного ресурсного центра. Подпевали вне зависимости от возраста, как взрослые, так и молодежь. День Победы, как он был от нас далек, так красная подуши, таял угольок. Мы и ночи, у мордой на всех печей, не смывала наша Родина очей. Эх, погибли. День Победы. Режим самоизоляции не стал помехой для того, чтобы почтить память тех, кто отважно сражался за Родину. Многие новоуренгойцы развешивали портреты своих родственников прямо на окнах. Вероника Самошкина, Феликс Россихин, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. В этот праздничный день не осталась в стороне отпразднования и группа компаний «Сигма». Дистанционно мы создали праздничный эфир, выпустили наши проекты, а также провели бессмертный полк. Мы получили много вопросов, а где можно посмотреть повтор. Итак, специально для вас на наш канал в Ютубе мы залили двухчасовое онлайн-шествие героев. И там же в ближайшие дни будут добавляться видео со всеми юными участниками проекта «Внучата». Если вы хотите сохранить видео себе на память или отправить родственникам в другой регион, обращайтесь на наш редакционный WhatsApp или Viber. Ролики доступны по закрытой ссылке. Также хочу напомнить, что на сайте НУР-24 мы сделали раздел «Вся доставка», который поможет вам определиться с покупками, сидя на диване. А сейчас наш информационный блок продолжит программу «Патруль». Слово Гумару Халдарову, который расскажет вам криминальную хронику за эти длинные выходные. А у меня все новости к этому часу. Берегите себя и будьте здоровы. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин